Всем привет! Сегодня на канале Episch Deutsch важная и очень простая тема. Мы постараемся просто и быстро объяснить вам склонения притяжательных местоимений. Притяжательные местоимения в немецком языке очень важны и распространены, потому что немцы любят напомнить о принадлежности человека или вещи. Смотрите, там, где мы сказали бы «я с другом сижу на уроке», немец скорее всего дополнит. Эти местоимения указывают на принадлежность лица или предмета. Они отвечают на вопрос Как и все местоимения, они изменяются по лицам, падежам и родам. Это снова Михаэль, и теперь он спрашивает у Ганса. Чья это книга? На что Ганс может дать полный ответ? Это моя книга. А может сказать кратко – это моя. Когда вы даете краткий ответ, не повторяя в ответе существительной из вопроса, будьте внимательны к окончаниям. Притяжательные местоимения получают дополнительные окончания, подсказывающие нам род, число и падеж существительного, о котором идет речь. Если Ганс захочет подарить книгу своему другу, он скажет Я дарю ее тебе, она твоя. Если Ганс сам позаимствовал эту книгу у Карла, то он скажет Это его. Если у Марии, то Это ее. Если он не знает имя девочки, которая в немецком языке является существительным среднего рода, то Михаэль может сказать так Так и И оба варианта будут правильными и корректными с точки зрения грамматики. Если же книга принадлежит нескольким людям, то Михаэль скажет Это их. Это их. Если книга принадлежит и Гансу, и Михаэлю, то он скажет Наша. Это их. Притяжательная форма местоимения от вы для группы одноклассников Михаэля будет Это ваша книга. А для уважительной формы вы Итак, как вы уже успели заметить, некоторые формы притяжательных местоимений повторяются между собой или совпадают с формами личных местоимений. Так, формы мужского и среднего родов одинаковы А форма притяжательного местоимения женского рода совпадает с очень многими местоименными формами с вежливой формой «ваш» и притяжательным местоимением от «они» – «иа», то есть «их», с дательным падежом личного местоимения от «она» – «ей» и с формой именительного падежа «вы», который употребляется по отношению к группе людей на «ты» – «иа». Но если вы будете следить за позицией местоимения и его ролью в предложении, вы ничего не перепутаете. Со склонением притяжательных местоимений трудности обычно не возникают, если вы запомнили окончание падежей. Проверено, что легче всего запомнить окончание падежей именно в такой последовательности. При склонении местоимений сохраняется логика окончаний. Во всех падежах они соответствуют окончаниям артиклей. В немецком языке нет универсального местоимения «свой», поэтому в предложении всегда употребляется конкретизирующая форма. «Михаэль, ты всех своих школьных друзей пригласил на вечеринку?» «Нет, многие из них уже разъехались на своих машинах». Одно из важнейших правил употребления притяжательного местоимения таково – нельзя употреблять одновременно неопределенный артикль и притяжательные местоимения вместе. Например, Ганс хочет представить Михаэль однокласснику. Он скажет «Позвольте представить, Михаэль – один мой друг». Как видите, существительное не может сопровождаться одновременно и притяжательным местоимением и неопределенным артиклем, поэтому необходимо запомнить, что в таких случаях используют предлог «Фон» со значением принадлежности. «Eine Freundin von dir?» «Tвоя подруга». «Ein bekannter von uns?» «Nаш знакомый». «Давайте потренируемся вместе». «Die Lehrerin antwortet auf unseren Brief». «Учительница отвечает на наше письмо». «Ihre tasche ist schmutzig». «Ее сумка грязная». «Der Professor hat seine Kinder zum unterricht eingeladen». «Professor пригласил его детей на занятия». «Wessen auto ist das?» «Meines». «Чья это машина?» «Моя». На этом сегодняшний урок окончен. Спасибо за внимание. Учите немецкий вместе с «Ebisch Deutsch».